Всем привет! С вами Феликс. И перед тем, как перейти к основной теме ролика, прошу вас, тех, кто не подписан, подписаться на мой канал, который вы сейчас смотрите, и вот на смежный канал SpaceMix, который тоже мой и который я стараюсь продвигать. Спасибо! Ролик снимаю в основном по ответам на комментарии. И показать, как это все работает. Вот, например, один комментарий под этим роликом. А как работать в России? Все они ввели санкции. Это только из-под роликов, так сказать. Жаль для России, способ не актуален. PayPal и Pioneer не работают. Ну и масса вопросов в личку. Наш человек, как говорится, в булочную на такси не ездит и в интернете раскрываться не любит. Больше стараются все в личку писать. Итак, смотрите, в начале того, как я начал рассказывать про аффилиат-маркетинг, я вас всех попросил подписаться, зарегистрироваться в разных соцсетях и развивать там активность. И показал вот этот свой аккаунт на Quora, который не так уж распространен в русскоязычном сегменте, но за границей пользуется популярностью. И вы тогда могли увидеть, что здесь ничего не было заполнено, все было сереньким, там ни картинки, ни аватарки. Ну и я там пару дней назад решил все-таки привести его в человеческий вид. То есть закинул аватарку, отметил, что владею русским языком, ну чуть-чуть. Есть еще пара моментов, на которые надо было обратить внимание и сделать их красиво. Ну в любом случае, я сейчас просто объясняю алгоритм работы вот таких вот соцсетей. После того, как я это сделал, мне на почту пришло письмо, вот есть такой вот вопрос, что значит слово «маньяк» по-английски. Ну и я ответил на него. То есть я отметил, что знаю русский, мне пришло сразу скоро, вот есть подходящий вопрос, на который, если можете, ответьте. То есть сразу пригласили проявить активность. Я эту активность проявил. И вот, как видите, вот здесь, если вам видно, вот давайте перейдем сюда. Четыре человека, так сказать, проголосовали за мой ответ. То есть нашли его полезно. Вот эти алгоритмы, вот той же Кворы, все это отслеживают, как вы себя ведете на этих соцсетях. Теперь, если я сделаю какой-нибудь пост или что-нибудь, еще на пару-тройку вопросов отвечу, стану более ценным, так сказать, и мой пост будет продвигаться вверх по ветке, по возможности в этой соцсети. И если этот пост будет, ну, рекламным, скажем так, то большее количество людей увидит эту мою, так сказать, рекламу. Дальше, смотрите. Поскольку я проявил активность, вот видите, приходит вот такое, просто я покликал, у меня уже даже вот здесь сверху в сообщениях показывается. Вот здесь написано вопрос для вас. То есть меня оценили, что я там отвечаю. Здесь, что значит слово «кэт» на польском? Может, я еще и польский знаю? Квора уже сама по себе знает, что польский и русский где-то что-то можно там понять. Там украинский он где-то с польским, да, состыковывается. И даже такие вопросы, типа, может, я и отвечу. То есть приглашает. Дальше. Вопрос, опять же, для меня. Какая разница то и сё, то есть между славянским. Смотрите, я отвечал на вопросы. И, точнее, не на вопросы, а на один вопрос. И подписался на одну, вот это называется, группы. Вот «Markets and Finance». То есть то, что мне по смыслу бизнеса ближе, я подписался вот на такую группу. Здесь 746 тысяч фолловеров представили, да? 25 постов за прошлой недели. И мне, опять же, типа, на вопросы, которые я могу отвечать. Вот, европейцы то и сё, ответов нету. Можете ответить. И 6 человек следят. Причем за тем, кто ответит. То есть как будет ответ, они зайдут сюда, посмотрят и увидят, да, что вот есть ответ, и ответил такой человек. Кто же этот человек? Перейдут в мой профиль. И если я вот здесь уже в продолжение напишу, что, типа, я занимаюсь таким-то бизнесом, который принёс мне такую-то пользу. Ага, а что это за бизнес? Вот давайте перейдём туда, и будут как бы моими клиентами в большом таком смысле. То есть вот это всё надо делать, невзирая на то, что вот сейчас мы под санкцией. Сейчас мы под санкциями, но вот этот вот аккаунт, который я не использовал, я зарегистрировал в 2012 году, 10 лет назад. Многие, наверное, из моих зрителей помнят, что было время, когда можно было шлёпать аккаунты Facebook, Twitter и так далее, ВКонтакте, как горячие пирожки можно было их шлёпать, никаких тебе блокировок, ничего. И вот у меня сейчас, ну я не знаю, сколько аккаунтов в Facebook есть, сколько аккаунтов, много. Потому что в своё время я под разные цели регистрировал аккаунты, и теперь, если мне понадобится 5, 6, 10 аккаунтов в Facebook, я не буду их покупать или там что-то делать. Они у меня есть, точно так же, как и другие. Поэтому с самого-самого начала про рассказы об аффилиат-маркетинге я вас всех попросил просто делать то, что я вам показываю, и в итоге будет у вас результат. Несмотря на то, что в данный момент вам это кажется бессмысленным. Итак, продолжение о заработке, заработать из России, которая относится не только россиянам, но конкретно про россиян. Вот смотрите, есть такой сайт Кворк. Очень многие из России на нём работают. Есть ещё масса вот таких сайтов фриланса, на которых можно работать из России спокойно и зарабатывать, не просто работать. Теперь смотрите, я тут взял для примера просто Инстаграм. Что можно сделать, как заработать там в Инстаграме и так далее. Вот смотрите, предлагает человек заказать лайки, 300 лайков, тут можно от 300, заказать за 500 рублей. Он зарегистрировался, сделал объявление. Здесь расписывает всё как, что не боты. Вот это самое главное, чтобы никакие программы, страны, микс, с друзьями, без друзей. То есть зайдёте, поищите сами, увидите, что здесь никакой такой сверхработы, сверхтрудной нет. И положительных 72 отзыва. То есть это 72 продажи, на которые был отзыв. А ещё сколько продаж, на которых не было отзыва. То есть нормальный бизнес по количеству. Естественно, кто не из России, могут аналогичную работу поискать и найти себе на Fiverr. Там оно ценится, ну, естественно, намного дороже, чем на русскоязычном рынке. И вот смотрите, например, вот такое очень простое задание. Я сделаю репост в вашем там инстаграм. То есть за репост 35 долларов. Ну, естественно, там что-то под... Он предлагает чуть более, не просто репост у себя на ленте. Ну, в любом случае, репост есть репост, да, там ничего сложного нет. За 35 долларов и 10 только отзывов у него хороших. А ещё сколько без отзыва, да, он сделал работы. То есть всё это работает. И всё это можно сделать очень легко. Я вот кликал-кликал и накликал вот на Fiverr, когда искал. Вот очень мне понравилось вот это. Четыре поста в неделю сделать на Фейсбуке и Инстаграме. То есть он, человек, пишет и делает четыре поста в этих соцсетях. Четыре поста в неделю, за которые возьмёт 200 долларов. Естественно, это писатель, так сказать. Он может написать толковый текст по заданной теме. А как писать текст? Я вам этого робота тоже напишу, покажу. Он сам по ключевым словам, ключевым фразам пишет тексты. Потом эти тексты можно проверить на уникальность. Они все уникальны. Есть такие специальные программки и сайты. То есть тексты, написанные этим роботом, они и толковые, и уникальные. И продавать тексты. Если уж пользуются такие цены на это всё, можно продавать это тоже. Итак, переходим сюда. Сейчас мы будем делать небольшую, даже это не математика, а арифметика. Посчитаем, сколько стоит один лайк, за сколько этот человек продаёт лайки в Инстаграме. Для этого перейдём. Я вот очень часто пользуюсь Google-переводчиком, как просто листочком бумаги. То есть один лайк он продаёт за рубль шестьдесят семь. За рубль шестьдесят семь. Будем возвращаться сюда. Можете смотреть это с калькулятором. Дальше. Теперь смотрите. Есть вот такой вот сайт, который называется AdMeFast. Сейчас залогинимся сюда. Лодки, пожалуйста, вам лодки. И этот сайт, на котором вручную люди сидят, кликают и ставят лайки, оставляют всё, что заказали. Вот я перешёл на лайки. Разные задания стоят по-разному. И смотрите. Один лайк стоит четыре поинта. Четыре очка. Вот они, поинты. Теперь смотрите. Чуть возвращаясь назад, когда я говорил, что регистрируйте себе аккаунты в соцсетях и так далее. Вот здесь, вот в этом юзере, на этом аккаунте у меня, естественно, есть всё новое. Вот это в самом-самом начале то, что я вам показывал. У меня вот здесь так-так-так-так-так, вот соцсети. И вот здесь у меня есть Инстаграм, Фейсбук и так далее. Мой аккаунт Инстаграма, например, он требует очеловечивания. То есть, смотрите, я подписался на 13 человек. Здесь есть такое задание подписаться. Я просто покликал там, ну, минут 10 на это потратил. Во-первых, заработал поинты там определенные. И чуть-чуть оживил свой аккаунт. На этом бизнес не сделаешь. Это можно просто делать для себя. Но бизнес сделаешь на следующем. Вот смотрите. Вот когда переходим в свои поинты. То есть, ну, здесь можно купить вот эти поинты. На каждую покупку плюс еще 30%. Пойнты можно покупать за карты. С любой карты. И минимальный пакет начинается с 3000 поинтов. Которые стоят 10 долларов. Теперь, пока я показываю, обратите внимание, вот здесь всплывает. И я верю, что это не подделано каким-то ботом. А это так и есть. Потому что чуть позже вы увидите, что с этим происходит. Здесь я видел, что покупают и по 200 тысяч поинтов. Больше 200 не видел, но 200 тысяч поинтов покупают за 400 долларов. То есть, мы купили, допустим, минимальный пакет в 300 поинтов. Считаем. Если посчитать, что курс доллара, ну, 70 рублей за доллар, у нас получается 1 поинт стоит 0.21 копейку. Если лайк, который стоит 4 поинта, умножить на 0.21, мы получим 84, ну, 85 копеек. То есть, мы приобрели 1 лайк за 85 копеек. И на кворке, вот на этом кворке, продали за рубль 67. Двойная накрутка. Можно делать бизнес? Можно. Вы можете заранее не покупать, сделать вот такое вот красивое объявление здесь. Все посчитать и разложить по полочкам. Взять то же самое обучение, то есть, описание вот здесь, чуть-чуть его переделать и так далее. Можно закинуть свою картинку и работать себе на здоровье. И таких сайтов, я знаю, что в России много. Там и Upward, по-моему, работает в России. Можно зарабатывать. Здесь главное что? Главное, что сами алгоритмы, я вам показываю, вот где можно что делать, откуда взять и откуда продать. И где продать. Это, ну, делается вот на автомате, понимаете? Вот то же самое продажи вот этих лайков, подписок. Вот здесь, вот в Дискорд, членом Дискорда стать, вот горячие, да? Там, не знаю, вот что вам ближе отсюда, взяли, сделали. Во-первых, и себе сделали, там покликали, да, здесь, поинты сразу не купили. И себя продвинули, самого себя. И плюс заработали на этом. Ну, чем не бизнес? Почему не заняться этим? Делать себе потихоньку. Кстати, все ссылочки и все ресурсы, которые я использую во время своих роликов, вот у меня ссылка на этот блог в описании и в комментарии, под каждым роликом. Просто приходите сюда, кликайте прямо на ресурсы, и вы попадете вот на такой список, где что есть, где о чем рассказывается. Вот все здесь выносится потихоньку. Не будете искать, и легко зарегистрируетесь. И теперь, смотрите, опять же, в смысле того, ну делай, и пусть будет так, как будет, да? Я рассказывал про это, CPA гриб. Вот ссылочка вот здесь. Так, 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 так. А, нет, он прямо на главной странице, вот это. Вот про это. Переходите сюда, почитайте и зарегистрируйтесь. И там я показывал, там, как вот здесь, что делать, как и что здесь делать. Ну, естественно, там взял два оффера, когда снимал ролик, вот, для того, чтобы показать, вот, как это все работает. Один оффер, по-моему, был про фен, а второй уже не помню, или второго и не было. Я, честно, не помню, потому что здесь не работаю пока. Я создаю схемы. Но все равно были люди, которые внимательно смотрели за моими советами, следовали им. И вот у меня есть два реферала. Здесь, значит, вот переход отсюда, я перехожу на свой общий, там, заработок, есть ли он или нет. Я перешел, смотрите, здесь 17 кликов у меня было по ссылочкам моим. Здесь вот, если бы что-то заработал, было здесь. А здесь вот появилось то, что меня очень и очень радует. Это комиссия. Комиссия от реферала. А комиссия от реферала, сейчас перейду туда, там, где рефералы, составляет 5%. 5% это значит, что тот человек, который, ну, буквально, я недавно начал все это делать. Здесь и число видно, что 1 августа. Заработал что-то, сделал все правильно, и я получил, ну, 10 центов. 10 центов, значит, он получил 2 доллара. Только попробовав то, о чем я рассказал, он попробовал. Сделал то, 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 как я рассказывал, показывал. Вполне возможно, что добавил что-то от себя, что еще лучше, конечно. Раз он, если он сам по себе что-то придумал, подумал, и, говорит, и сделал вот так же, и заработал на этом. Буквально там день-два, да, прошло. Может, он взял один какой-то оффер отсюда, на этом оффере заработал. Может, ну, он только начинает. Он даже, вроде, получается, что он пробует вот это все. И человек смог заработать. Ну, в смысле, заработок это, так заработком не назовешь. Но если он только с этой сети, допустим, выберет себе 5-6 офферов, потом с другой сети 5-6 офферов, потом вот здесь еще. Оно все не требует там, не знаю, целый день сидеть и кликать, и заниматься. На каждый сайт у вас может уйти в день по 5-10 минут, если вы все это освоите. Там недолго все это делается. Вот из Турции кто-то купил 19 тысяч поинтов. Вот покупают, люди покупают, понимаете. Здесь вот именно этот сайт он дает. Тут люди сидят, потому что здесь не боты, ничего. Это не то, что вот ты пошел, там где-то заказал себе лайки, и они там ботами их понабивали. Это живые люди сидят, кликают, и получается, что вот в этом круге ты можешь заработать вот на этом сайте. Здесь есть можно и подписчики, и все такое вот здесь вот есть. Вот в этом сайте очень разные предложения. Зайдите, посмотрите, продвиньте сами себя, продвигайте свой бизнес и зарабатывайте вместе со мной. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Феликс. Феликс.